Всем привет, друзья! С вами я, Хелсенки Стар, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня такой видеообзор немного с разговорной частью. Я хочу поделиться с вами своим мнением о палетке Book of Magic от Beauty Bay. Да, эта палетка вышла под Рождество, Новый год, и она ко мне пока дошла. Уже прошло время, пока я её всё испробую, прошло время. Я знаю, что я, возможно, немного поздно, но, в общем, я решила сесть и сделать для вас парочку макияжей. Вот таких вот, очень ярких. Это, кстати, макияжи по британской моей любимой технике. Ну, можно сказать, пилуиз, только такая более лёгкая версия. И просто поболтать с вами на тему покупок косметики, особенно из Британии, из Укей, что творится сейчас с Брекситом и вот с доставкой и всё такое. И, в общем, давайте же посмотрим макияжи, и в конце я кратко... Ну, кратко! Это я пошутила. Нет, в конце я постараюсь кратко вам рассказать своё мнение об этой палетке. Ну, что ж, поехали! Ну, что ж, друзья, давайте приступим. Я нанесла базу пилуиз, можете найти любой консилер или клейкую базу для теней. Я её нанесла довольно обильно, потому что это очень пигментированные тени. Они работают, мне кажется, лучше всего от тёмного к светлому. Что я и буду сделать? Итак, давайте я возьму такую тоненькую кисть, это ZOEVA 230, и буду задавать форму вот этим вот оттенком Curse. Это такой тёмно-синий, знаете, цвет американского паспорта. Или старого британского паспорта, старого образца. Господи, откуда я всё это знаю? Я сама не в курсах. Так, чуть-чуть пазу подправим, и давайте будем наносить этот цвет. Я буду делать себе такую вытянутую форму, она мне больше своё. Это вообще, наверное, довольно многим подходит. Нанесу чуть-чуть на нижнее веко. Смотрите, какой он пигментированный, одуреть. Очень, кстати, удобное зеркало в этой палетке. Супер! Это вообще Beauty Bay, как бы, эта палетка, это, как вы знаете, палетка домашнего бренда магазина Beauty Bay. И я впечатлена, честно, качеством. Я её купила за 12 евро. Ребята, 12 евро. 12 евро. Я в восторгах, реально. Ну вот, можно же, это называется, нормально дело, и нормально будет. Можно же сделать такую цену, классную палетку. Вот, ей-богу. Итак, мне очень нравится этот оттенок. Он такой прям, знаете, rich, rich beach, rich blue. Очень красиво смотрится. Чуть-чуть задаю форму. Вот такую вот продолговатую. И сейчас буду набивать оттенок на верхнее веко. Чуть-чуть давайте я его вытягиваю. Хочется прям какой-то базы добавить. Кстати, про Brexit, ребята. Давайте чуть-чуть поговорим. Этот дурацкий Brexit, конечно, подпортил мне картину, потому что, ну, как бы реально. Я живу в Евросоюзе, живу в Испании, кто не знает. И раньше Британия была частью Евросоюза. Я всей этой политики не особо разбираюсь. Но как покупать... Я очень много чего покупала из UK. В основном косметики, там что-то еще. Потому что у нас реально в Испании выбор невелик. А в UK это как второй USA. Знаете, ну, как штаты. Там очень много всего есть. И реально я покупала там. А сейчас очень многие бренды из-за того, что UK больше не в Евросоюзе. Итак, ребята. Набиваю вот так вот оттенок сюда. И задаю вот такую вот форму. Это уже взяла другую кисточку. Такой типа бочонок. Это у меня Morphe R41. В общем, UK выкинула фишку с Brexit. И все. Я, например, написала P.Louis. Отправляют ли они в Испанию. Только я очень люблю базы P.Louis. Хотела также пробовать их палетку. Они мне отслали вот это вот письмо. Я им здесь ставлю. Сказали, что в Испании они сейчас не отсылают. Потому что Испания запрещает... Я не знаю, что за бред. Ну, вот как они сказали, что типа вот косметика Испания не разрешает. Ну, не знаю. Я всегда заказывала из UK. Или когда я заказывала из США. Например, сайтов как Beautylish. Или Beautylish, как вы его называете. То все мне прекрасно доходило. Никаких проблем не было. Но здесь, видимо, решили, что вот опасно. Очень же опасно вносить косметику. Правда. Это очень опасно. Ну, короче, я не в восторге, конечно, от всего этого. И на сайте, кстати, Beauty Bay и Cool Beauty, они тоже отправляют в UK. И написано, что никаких проблем не должно быть, что посылки должны спокойно доходить. И не будет никаких таксистов. То есть, не надо никакой налог платить, когда посылка приедет. Ну, не знаю, ребята. Мне кажется, Россию это сильно не тронет. Это я просто с вами делюсь своими огорчениями. Россию сильно не тронет, что Россия и так не Евросоюз. То есть, то есть, что я... Ну, Россию, Белоруссию, Украину можете как заказывали, так и заказывать. Не знаю, возможно, что там чуть-чуть, может, цена изменится. Я не знаю. Но Россию как бы это не трогает. Но нам прям Евросоюзы реально прикрыли лавочку, потому что очень много инди-брендов я любила. Кстати, Pixi мне присылали пиар. Пиар у них шел из UK. Сейчас Pixi мне уже... Простой раз присылала пиар в декабре. То есть, как раз это было до Brexit. И сейчас они не мне, никому другому в Европе, я вижу, не присылают пиару, что, видимо, реально сложно отправить. Потому что у нас на границе в Испании, на таможене, скорее всего, в Мадриде, просто могут взять и развернуть обратно вашу посылочку и пиши пропало. Итак, ребята, видите, вытягиваю чуть-чуть форму. Вообще не знаю, что буду делать, что-нибудь. Как бог даст, как говорится, что получится, то получится. Я хочу сделать какой-нибудь такой кат-крис и вот вытянутую форму. Чуть-чуть подтушуем границы и будем сейчас тушевать светлым цветом. Растушевывать. Наверное, я буду таким вот оттенком, что это значит, Trick и Elixir потом. То есть будем водить. Мне, кстати, очень нравится, где, извините, темный синий. Пылить, зараза. Средний синий, светло-синий. Темно-фиолетовый, средне-фиолетовый, светло-фиолетовый. Коричневый. Вот, можно такой. Короче, палетка. Ребята, сразу. Мне прям очень понравилось. Я, конечно, немного поздно. Но, ребята, лучше поздно, чем никогда. Как говорится, она ко мне поздно пришла. Это, кстати, еще до Брексита. Я еще не на Beauty Bay, не на Cool Beauty. Ничего не заказывала. Не знаю, ребятки, как это все будет. Но посмотрим. По идее, Beauty Bay и Cool Beauty должно быть без проблем. Но я, честно, не уверена. Итак, возьму я, пожалуй, вот такой вот термин-трик и буду его чуть-чуть им тушевать. Как его добавлю. Посмотрим, посмотрим, что из всего этого выйдет. Смотрите, как все красиво, пигментировано. Офигеть. Я в восторге, реально. Тени пыльные. Осыпашек очень много. Поэтому советую начинать все-таки с макияжа глаз. Вообще, вот эти вот бюджетные такие британские тени, но они, конечно, сделаны в Китае. Тут написано, да, Made in PRC. People Republic of China. С ними надо работать от темного к светлому и обязательно наклейку и базу и именно начинать с глаз. То есть, знаете... Не, ну, конечно, можно взять пушистую кисть. Так, вот растушевать, сделать моноцветный макияж. Но это, наверное, не совсем то будет, что подразумевается. Итак, видите, я чуть-чуть добавила посветлее оттенка. И тоже его чуть-чуть растушую. И хочется прять вот этот уголок прям вот так вот как-то сделать подлиннее, что ли. Смотрите, я базу специально прям до ушей нанесла, чтобы прям сразу было. Вообще, ребята, я прям расстроена с этим Brexit, потому что реально, ну, блин, реально, не дай бог закроют Cool Beauty, ну, не то, что закроют, а как бы нам запретят вывозить Cool Beauty из Beauty Leash, и я не знаю, что будут делать, потому что в Испании, там, в Евросоюзе реально нету такого косметоза, как на Cool Beauty и Beauty Leash. Да, P.Louis также продается на Morphe European Union, то есть на европейском сайте Morphe, но там выбор невелик, и сейчас там все sold out, и там нет палеток, только базы, и то там они вечно то проданы, то не проданы. Ну, короче, реально, прям в UK. Я не знаю, чем они вытворяют все эти Brexit. Многие британцы, я знаю очень много британцев, там, знакомых, друзей, и они все, естественно, над ним недовольны, они говорят, что это старшее поколение, за это голосовало, и также вообще в Европе, естественно, все, кто покупает там косметику и одежду, никто не доволен. Давайте я наберу оттенок Elixir, такой вот плоско, кажется, собственно, кисточкой чуть-чуть, это у меня, ой, нет, Morphe Zoever 239. Ох, что-то я слегка большую взяла кисть, ну ладно. Можно взять кисть поменьше, и чуть-чуть буду его наносить, видите, вытушевывать в коже. Потом я это все еще хорошо подтушую, так что пока что не пугайтесь, какая у нас будет форма, и тоже хочется прям это нижнее веко потушевать как следует, и нанести на... Давайте возьмем кисточку потоньше, это у меня Morphe Cross M507. Давайте лучше ею. Вот, смотрите, ей намного удобнее, но ничего бывает, и ею чуть-чуть растушевываю. Хочется это все подтушевать. Давайте я растушую границы, и делаю второй глаз, и перейдем к нанесению блестяшки. Ай, в общем, друзья, посмотрим, посмотрим. Я надеюсь, что Россия эта проблема сильно не принесет, что вы можете спокойно заказывать косметику. Я очень надеюсь, что также я смогу, как и раньше, заказывать Beauty Bay и School Beauty. Слава богу, хоть Beautylish справляют в Америке. Вот Beautylish, кстати, классно, там prepaid tax, например, для нас, то есть предоплаченный налог. То есть все приходит спокойно, не надо ничего там платить, потому что я очень много косметики, просто не могу заказать, например, Кайли косметик, потому что в Испании без налога минимум 20 евро. А 20 евро это что? Это просто ничего. Ну да, вы спросите, можно заплатить налог? Можно. Дело в том, что это не так, что тебе приходят и там 21% проплатишь налога. Нет. Там заплатишь там 21% налога, 30% зараз таможни, тетки на таможне Мадриде. Туда-сюда и в итоге заплатишь реально, ну там был заказ на 50 долларов, заплатишь в итоге 100. Так что, мне кажется, оно того, шкуровыделки не стоит. Давайте я подтушевываю границы. Очень хорошо тушуются тени, ребята. Я прям вау. Как говорит Натали, на что именно вау. Очень хорошо тушуются, очень пигментированные, очень такие насыщенные, яркие, богатые цвета. Мне безумно, безумно нравится. Посмотрите на этот синий. Ну вот можно же нормально сделать. Ребята, за такую цену палетка стоила 18 евро, на скидке она стоила 12 евро. Ребятушки, 12 евро. Пыльная зараза. Это же просто супер цена. Обязательно вот такими цветами надо растушевывать границы очень аккуратно, чтобы не было вот каких-то таких четких переходов. Смотрите, я прям чуть-чуть кисточкой окунула и кисточкой потрогала и у меня прям все. Смотрите, какой пигмент офигенный. Ребята, хочу вам кое-что сказать. Я чуть-чуть добавила прям чуть-чуть сюда черного и когда вы работаете вот с такими вот как бы пигментами, то лучше, конечно, работать тоненькими кистями, даже растушевочными, потому что, видите, я попыталась тушенуть. Не надо взять никакой там вот пушистой вот такой вот. Но сейчас я взяла вот такую вот немного плоскую растушевочную кисть. Моя камера сходит. И я прям вот так вот прохожусь по всему и стушевываю границы, чтобы резких-резких не было переходов. Да, естественно, будут переходы, потому что, ну, в том как бы красота этого мейка, но видите, чтобы все было плавненько. Потом еще потушим. Можно взять, кстати, белые какие-нибудь матовые тени. Здесь их палетки нет, но в принципе они, наверное, у всех есть. И чуть-чуть пройтись тоже чуть-чуть-чуть. Белыми тенями по границе обязательно используйте растушевочную кисть, которая вот такая вот чуть-чуть как приплюснутая. Знаете, как будто на нее поиск проехался. Вот. И подтушуем границы. Естественно, я буду убирать осыпашки. Ну, в принципе, не сказать, что прям очень сильно осыпалось, но это еще база клейкая, но все равно, видите, как бы это надо чуть-чуть подчищать. Можно также взять, возьму кисть, на которой у меня была база, и можно чуть-чуть тоже ею подчистить границы. Если что-то, видите, такое вам не нравится, то аккуратно можете почистить. Ребята, давайте перейдем к шиммерам. Я возьму... Давайте возьму вот эти два цвета. Potion and Spell. О! На такую плоскую кисть. Я чуть-чуть нанесла клей для глиттера, как задалась я форма такого полукаткриза. Давайте я чуть-чуть нанесу Potion. Ну, ничего, так блестит хорошо. Да, конечно, с клей для глиттера может чуть-чуть заживать в век, поэтому очень аккуратно его наносите, прям капельку. Возьму, как раз, свой любимый аппликатор от Huda Beauty. Почему я пытаюсь наносить кистью, если я знаю, что надо пальцем? Ну, конечно, как открыть, вы пальцами сделаете. И давайте возьму Spell. Очень такой красивый цвет. И у меня будет такой переход от Potion в Spell. О! Очень красиво блестит. Ребята, блестит, как будто прям какой-то рассыпчатый пигмент. Офигенски блестит. Смотрите. Ребята! Друзья, это просто нереально. Очень красиво. Очень красиво. Pet Magrat на максималках. Ну, вот можно же сделать классную палетку за дешево, без сатина, с классными шиммерами, классными матовыми. Ребята, у меня тут нет вопроса вообще никакому оттенку. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Чуть-чуть у меня заживало. Чуть-чуть я чувствую, что жевануло веко от клея для глиттера. Но сама виновата. Все, все. Надо было раньше, надо было раньше думать. Давайте я возьму прям пальчиком. Пальчиком нанесу. Смотрите, пальчиком прям как-то очень красиво и все разглаживается. Смотрите, как красиво блестит. И давайте нанесу спелл тоже чуть-чуть пальчиком. И будет такой у нас плавный переход. Как будто дуохром. Ну, все. Осталось чуть-чуть мне исправить границы кат-криза. И также я хочу подтушевать вот здесь вот видите переход, чтобы не было такого резкого перехода от шиммера в глиттер. В шиммера в глиттер, что сказать? От шиммера в матовый оттенок. Поэтому я чуть-чуть это дело подтушую сейчас и пройдусь вот тут по границе к кат-криза, чтобы он был такой более четкий. Ребята, это безумно красиво. Очень классно блестит. Прям вообще. Естественно, я наклею ресницы, закончу второй глаз и покажу вам, как все это выглядит. Ребята, я чуть-чуть добавила вот этого темного синего матового цвета американского паспорта вот сюда, чтобы не было резкого перехода от шиммера к матовому. И сейчас я хочу взять вот этот вот тенок Moonlight и добавить его на внутренний уголок как блик. Он очень классно сияет, прям таким перламутровым. И у меня будет вот такой вот блик перламутровый. Что ж, давайте я покажу вам, как выглядит весь макияж. Друзья, вот так вот выглядит мой макияж. Я его закончила. Я сегодня в диком восторге. Безумно классное качество теней, безумно ярко, безумно красиво, очень красивый шиммер. Давайте посмотрим на макияж вблизи. Вот так вот все выглядит в клоузапе. Мне очень нравится синие оттенки. Я добавила хайлайтер Джеффри Старн, я имею в виду как хайлайтер, не как тени. Это его Extreme Frost. Цвет, по-моему, называется Black My Glid, если я не ошибаюсь. Мне очень нравится, как сияют шиммеры у Beauty Bay. Я, честно, такого совсем не ожидала. Ну, а матовые это просто супер. Глобинат цвета, очень классный пигмент. Я реально довольна. Друзья, давайте приступим ко второму макияжу. Я опять же нанесла базу P.Louise и использую вот такой вот кисть 231 от Zoever и буду набивать вот такой вот темный оттенок под названием Вуду. Кукла Вуду. Вот такой вот темно-фиолетовый. Очень классный оттенок. Он чуть-чуть пылит, я бы сказала, но как и все вот такие вот фигментированные тени, надо, естественно, обязательно аккуратно с ним работать. Я уже чуть-чуть попробовала. Давайте покажу вам дальше. Я хочу сделать такую более округлую форму. Я, конечно, прям вот такую вот вверх сильно круглую на своих глазах не могу сделать, потому что у меня немного такое новейшее вверх, как вы видите, и просто нету места. Поэтому я всегда люблю вытягивать себе макияж, но это чисто как бы такое вот у меня строение глаза. Видите, мне прям хочется сразу куда-то идти. Я буду себе рисовать такой полукруг. Это у меня будет как такое затемнение, темная база моего макияжа. Смотрите, какой классный. Очень классный, очень пигментированный оттенок, очень красивый. Я вообще очень люблю кстати фиолетовые цвета. Вот это вот фиолетовый, блин, настоящий, а не хухры-мухры, как иногда бывает у Джифристара в палетках. И делаю себе вот такую вот округлую форму, потом также проработаем сразу нижнее веко. Можете прям хорошо его так наслаивать. Смотрите, какой он пигмен. Ребята, реально, вот с такими тенями и склейкой базы не нужна никакая подложка, потому что подложкой тут играет сама база, например, P.LUIS и плотно набитые тени. Ну, как бы подложка тоже правильно, просто это две разные техники. Подложка это более техника у визажистов стран СНГ, а вот такая вот техника, например, с какой работой я, это более у западных визажистов с USA или с Британией. Так, ну вроде бы наслаивается сам на себя вполне неплохо. Ну, как вам? Смотрите, как просто какой пигмент, какой цвет. Обязательно расправляю базу. Ребята, обязательно с фиолетами работайте аккуратно наклейкой базы. На консилере просто вполне можно на таком слегка липком консилере очень даже неплохо будет, почему бы и нет, потому что, ну, вот такая вот у них особенность. В общем, давайте я закончу эту форму. Чуть-чуть, кстати, можно подтушевать границы и буду переходить к более светлому цвету. Давайте проработаем нижнее веко. Я возьму такую вот тоненькую кисель заеву, это номер 230, и чуть-чуть проработаю нижнее веко, соединю его с верхним, видите, чтобы... я, конечно, похожа, но... Вот так посмотрит, кто-нибудь откроет, скажет, господи, что она делает себе на глазах. Ну, ребята, это, знаете, как незаконченная картина, когда художник рисует, у него же тоже не сразу там пейзаж. Давайте возьмем вот такую вот маленькую растушевочную кисту, у меня Morphe M507, как же пылит, конечно. Ну, смотрите, пылит, ну, да, все-таки, видите, падает, конечно, надо делать сначала глаза, но не скажу, что прям по-жёсткому падает. наверное, база липка. И возьму вот этот вот одинок Sorcery, колдовство, и буду его, им растушевывать нашу тёмную вот эту вот базу. Не знаю, какое зеркало мне взять. Давайте аккуратненько прям вот так вот чуть-чуть растушевываю. Обязательно очень важно взять кисть, которая пушистая, но не толстая, то есть не пышная, вот такая вот, значит, просто сделайте себе грязь. Я аккуратно растушевываю границы этим цветом, а потом ещё нанесу цвета и дотушую до бровей. Как видите, я растушевала чуть-чуть этой кистью. У меня получается такой плавный переход от очень тёмного коричневого, сейчас сказать, фиолетового до более такого какого-то фиксия, что ли, более такого яркого фиолетового посветлее. Вроде бы никаких дырок нет, ну, это не то, что чуть-чего обязательно можете добавить чуть-чуть ещё слегка тёмного фиолетового, да, всё-таки с фиолетовым тис надо аккуратно работать, потому что, ну, как вы понимаете, это фиолетовый. Чуть-чуть я здесь подтушеваю границы, и давайте теперь я возьму другую кисть, я работаю разными кистями, это у меня заева по 200, я слипаю 39, и возьму самый светлый оттенок Enchanted, вот такой вот розненький, мне кстати очень нравится здесь вот эта вот градация, очень классная, и буду уже растушевывать в кожу все наши границы. Мне кажется, что кисть прям даже большеватая, давайте возьмём какую-нибудь другую, такую вот сможет тушёвочную кисть M514 от Morphe, и давайте будем вытушевывать в кожу, чуть-чуть смешайте два оттенка в Sorcery and Enchanted, и аккуратно будем растушевывать все это дело в кожу. Я хочу попытаться не сделать вытянутый макияж, потому что я всегда стремлюсь вытянуть как-то себе глаз, вытянуть глаз странно звучит, я прям очень стараюсь сделать его ну хотя бы овальным, потому что мне прям хочется сделать вот это вот, хвостик, но нет-нет-нет, не в этот раз, прости меня, мой глаз, но не сейчас. Это, конечно, светлый постельный оттенок, прям так пылит неплохо. Я их смешиваю друг с другом, Sorcery and Enchanted, потому что более поярче он тогда будет выглядеть. Видите, если чуть есть какой-то такой резкий переход, то я обязательно это потом исправлю. Также давайте тоже потушим светлым оттенком нижнее веко, чуть-чуть уведем его в кожу. Я вижу, что чуть-чуть какой-то вот patchy тут есть дырочка, но ничего, мы это тоже все потушуем. Вроде бы красиво уходит в кожу, не жалуюсь. Давайте потушуем наши границы. Наберу чуть-чуть темно-фиолетово и растушую все аккуратненько. Сказала я, мазанув как следует, ну ладно. Давайте еще вот тут потушуем вот этим средним. Мне очень нравится, что есть темный, средний. Я обычно всегда так и делаю, то есть веду, чтобы была глубина цвета и вся вот эта красота надо вести от темного оттенка к среднему и потом к светлому. То есть три оттенка это прям очень хорошо. Четыре, если вам позволяет века, то можно сделать как бы четыре. Два, это, наверное, маловато, а три, ну, кремель для меня, а три это прям мое самое то. В общем, вот так мы все это растушевываем. не стараюсь не уводить это не делать из этого вытянутый глаз, но посмотрим, что будет. Мне кажется, очень ярко получилось. Придраться не к чему. И, друзья, сейчас я буду наносить блестяшку, закончу вот этот вот глаз и буду наносить уже шиммер. С шиммером. Что я хочу делать с шиммером? Я хочу взять, наверное, буду использовать либо консилер, либо клей для глиттера. И я сначала думала сделать вот этот вот оттенок Charmed, такой розовенький, но я, скорее всего, буду брать оттенок Crystal. Он будет такой на контрасте, он такой, знаешь, цвет навозной мухи. Будет на контрасте с фиолетом, очень симпатично смотреться, поэтому вполне можно. Я нанесла клея для глиттера чуть-чуть, как такой вот полукаткриз, и давайте я буду набирать вот этот вот оттенок Crystal. Мне очень хочется сделать, прям сыграть на контрастах, не делать просто фиолетовый макияж, использовать такой вот аппликатор от Huda Beauty, очень классный он для шиммеров. И смотрите, о, вы только гляньте, какой он красивый. Мне вообще-то дико нравится сочетание фиолетового и вот таких вот зеленоватых, зеленых цветов. Особенно у меня такое после палетки Bronze Seduction от Pat McGrath. Друзья, гляньте, как он красиво сияет. Давайте еще нанесу. Ну, кстати, хорошо наклеили глидер. Я что-то вообще как-то очень люблю нанесить сияшки наклеили глидер, но я его прям очень тоненько-тоненько-тоненько наношу. Смотрите, какая глубина цвета, офигенный оттенок, офигенно блестит. Вот такую люблю я мушку навозную. Зеленоватый цвет, очень красиво, ребята. Смотрите, как красиво это получилось. И давайте тоже второй глаз. Давайте я покажу вам вблизи. Сейчас я уже нарисовала брови, мне осталось только приклеить накладные ресницы и закончить макияж лица, и я покажу вам, как все это выглядит. Мне также хочется чуть-чуть нанести на нижнее веко, прям капельку, чтобы у меня был такой как будто отблеск. И, наверное, все. Я думаю еще добавить на внутренний угол глаза чуть-чуть листяшки. Хочется даже чуть-чуть розового. Возьму вот этот оттенок Charmed и, может, его добавлю на внутренний уголок. Ну да, неплохо. Такой получается розоватый отблеск. Так, друзья, давайте покажу вам, как выглядит весь макияж глаз. Такой вот, друзья, у меня получился макияж. Можно даже было сделать темные губы, но я решила просто сделать холодный нюх. Как вам фиолетовая растушевка? Я в восторге от вот этой вот комбинации фиолетового и зеленого. У меня такой получился полукаткриз, чуть-чуть Hello Eye, наверное. Давайте я вас приближу и покажу, как это смотрится вблизи. Давайте тоже чуть-чуть убавлю свет. Друзья, вот так вот выглядит макияж вблизи. Мне очень нравится насыщенность цвета и как сияет вот такой вот зеленый шиммер. Очень классное сочетание получилось. Также, видите, я чуть-чуть добавила внутреннюю голову глаза такую розоватую сияшку из палетки. Ну как вам? Пишите в комментариях. Друзья, вот такие вот у меня получились макияжи. Думаю, настало время поделиться моим мнением о палетке. Я, как обычно, буду оценивать ее по своей 10-ти бальной шкале. Я постараюсь сделать обзор довольно кратким, потому что эта палетка уже вышла какое-то время назад. Я не знаю, будет ли вам это интересно, но если вы хотите услышать мое мнение, я вам кратенько постараюсь его изложить. Итак, первый пункт у нас это идея. Идея палетки, как я понимаю, создать что-то такое вдохновленное какой-то Christmas магией. Называется Book of Magic, то есть книга магии. Что-то сделать такое немного загадочное. То есть вот эти вот, например, такие темные оттенки, синие фиолетов. Мне это нравится, я поставлю десятку. В принципе, ну, зачастую, ну, не всегда, идеи, в принципе, у брендов неплохие. Другое дело, как же они это воплощают. Следующая цена. Таблетка, хотел сказать, таблетка. Совсем уж с ума сошла. Палетка стоила оригинально 18 евро на Beauty Bay. Я говорю, в евро, в своей валюте. А я ее купила за 12 евро. Друзья, за 12 евро. Мне кажется, что цена даже 18 евро это просто супер, это просто топ за такую палетку, при том палетку таких классных оттенков и такого классного качества, поэтому я ставлю твердую десятку за цену. Качество матовых оттенков, вообще матовые оттенки, я поставила десятку. Ребята, они супер пигментированные, они офигенно тушуются. Черный тут классный, он именно такой черный, он хорошо тушуется, он пигментированный, фиолетовый, классный, не пикнит. Ну, естественно, если вы будете там пушистые истю тушевая светлая сверху, темный, возможно, будет пикнить. Но, как видите, у меня, если вы вообще с такими бюджетными тенями надо работать наклейкой базы или на консилер и от темного к светлому, так будет лучше как передача цвета, тушевка и все такое. Я реально ставлю десятку. Затем синий тоже очень классный, ну, коричневый, плохой коричневый сделать, это надо очень сильно постараться. То есть, реально прям все они вот такие вот и не сильно кремовые, не сильно сухие, они довольно такие, ну, как это сказать, мягкие, то есть не сухие тени. Да, они чуть-чуть осыпаются, но не сказала, чтобы они прям жестко осыпаются. Это вам не сабкалчер от Anastasia от Beverly Hills. Советую я всегда делать сначала макияж глаз, потом макияж, хотел сказать, тело, макияж лица, потому что реально так легче, можно убрать все осыпашки и все прекрасно. Вот этот оттенок, наверное, такой, ну, чуть-чуть он как-то посуше, этот оттенок Wish и на менее пигментирован, чем другие, но опять же, прям, ну, капельку-капельку, реально вот, если сравнить, если вот придираться, ну, реально, мне безумно нравится качество матового для такой палетки. Посмотрите, какая яркость цвета, без всяких подложек, просто наклейку базы. Я, как уже говорила, здесь клейкая база выступает в качестве подложки. И следующий пункт это variability of look, то есть варианты луков, которые можно сделать с этой палеткой. Я, опять же, поставила десятку, потому что тут реально можно что угодно. Можно делать смоки черный, вытушивать чем угодно, вытушивать в синий, вытушивать в фиолетовый, вытушивать, не знаю, какой-нибудь вот такой вот, в коричневом, что угодно. Здесь есть более такая теплая часть. Я, конечно, вот если так придраться, да, я бы убрала вот это вот, сюда, может быть, поставила бы что-нибудь, может быть, какое-нибудь серебряное, или серое, или даже розовое, может, что-то зеленое. Вот, если бы вот здесь было зеленое, вместо вот этих вот раз, два, три, четыре, реально, я бы убрала из цветки пять вот этих цветов, я бы их убрала, и, например, поставила бы зеленую часть, тогда были бы все мои любимые цвета. Я обожаю синие, фиолетовые, зеленые, розовые, вот реально, ну, ладно, нормально, вряд ли я буду прямо этими рыжими здесь пользоваться, но реально, вот за вот эти синие, фиолетовые, и вот такие морские, и за вот эти вот офигенные дохром навозной мухи, это просто, просто она того стоит за 12 евро, которые она стоила, просто смешная цена, за реально вот этот, Book of Magic, реально книга волшебства, волшебная палетка. И следующий пункт, это шиммеры, их шиммерность, их качество, я поставила девятку, ну, вот это реально вот так вот придираетесь, в принципе, можно и сетку, но давайте просто, давайте будем объективны, нет, конечно, любой обзор с объективами, но давайте как бы, просто я, знаете, я прям энчант, я прям влюблена, я прям заворожена, зачарована этой палеткой, и мне хочется прямо так сказать, все, десять, покупайте, берите, она, правда, уже, там, часто, когда sold out, говорят, что это, кстати, это лимитка, то есть она уйдет, если вы ее выхватите еще на Beauty Bay, то, возможно, это какие-то уже последние ее остатки этой палетки, так что вот, за шиммер я поставила девятку, мне безумно здесь нравится шиммер, ребята, ну вот можно же делать классную палетку, задешево, без чертовых сатинов, очень красивый вот этот вот оттенок Crystal, он такой прям туахромный, он на такой какой-то коричневатой базе, он очень маслянится, знаете, мне напоминает формулу Super Shock от Colourpop, и он переливается, вот у меня на глазах, таким прям зеленоватым, даже чем-то золотоватым, что ли, но вот сейчас золото кого-то не вижу, но возможно, смотря на что вы будете как бы его наносить, затем тоже вот этот очень красивый оттенок, он очень классно блесит, вы видели его в одном макияже, синий тоже красивый, черный красивый, вот этот вот белый перламутровый, очень красивый, даже можно как хайлайтер, качество шиммеров очень классное, они вот такие прям мягкие, знаете, как будто пальцем продавливаются, прям как будто какие-то полукремовые, розовый тоже очень красивый, в них есть вот такие вот именно частички шиммера, маленькие, ну это не глиттер, ну давайте назовем это маленьким-маленьким-маленьким глиттером, мой самый любимый оттенок, это конечно Crystal, и также мне очень нравится Spell, даже вот эта вот золотая бронза, тоже она очень красивая, и классно блестит, реально придраться не к чему, единственный оттенок, который так себе, это вот этот вот, как он называется, Alchemy, Alchemic, он обычный такой классический, более металлик, ну вот реально другие все классные, и вот этот чуть-чуть что ли суховат, черный, поэтому я чуть-чуть убрала один балл, и вот ну реально, чтобы было к чему придраться, ну ребята, поставила девятку, можно же девять с половиной, но эти девятку, потому что я вот эту заменила на колька, на брех, другой, ну в принципе за такую цену, даже если вот не буду я пользуется вот этим там, четырьмя, пятью оттенками, да, ну хотя вот этим скорее всего я буду пользятся, скажем, четырьмя оттенками не буду пользоваться, уже просто классная палетка, даже если она была, не знаю как strategy вот так, например розовый, поменять с этим, да, и сделать уже вот такую вот палетку, и сколько раз, четыре, пять, из 15 оттенков, уже будет классно. Да, действительно, 20 оттенков я не сказала. Затем, ребята, колористика. Я поставила десятку. Мне нравится. Как я уже сказала, можно сделать разные макияжи. Мне нравится, что здесь есть черный. Мне нравится, что здесь нет белого этого чертового матового, что здесь нет разбеленных оттенков. Тут только три вот таких вот светлых. Они классные, они нужны для вытушевки в кожу. Оттенки очень яркие, очень такие красивые, безумно красивые вот эти фиолетовые, которые называются Вуду. Друзья, я... У меня нет слов. Я вообще обожаю фиолетовые оттенки. Вот такие какие-нибудь темно-бордовые, темно-темно-розовые. Это прям вот мое-мое-мое. Тоже люблю синий, люблю цвета морской волны, черный. Тоже люблю серый, как палетка Кремейт, Джеффри Стар. Поэтому я за колористику ставлю твердую десятку. Следующая пакаджинг, упаковка. Ребята, за такую цену ну, десятка мне, она картонная. Ну, а что, как бы вы хотите? Вы хотите хорошую тень или хорошую упаковку? Я хочу все. Но за такую цену я не думаю, что будет такая дорогая упаковка, как там та же Пэт Магретт. И здесь есть зеркало. Оно большое и заляпанное. Вот. Уже мною. Здесь есть зеркало, все красиво. Также тут накрыто все такой пленочкой. То есть за такую цену супер-супер. Реально ее можно с собой взять, поставить и вот так вот в нее краситься. И следующая оценка это презентация. Десятка, твердая десятка. Очень красивые были макияжи, очень... Я видела красивые макияжи блогеров. Вообще, как Beauty Pay, это британский магазин, это британский бренд. И вот это вот, например, макияж, который я вам показала в этом видео, это по британской технике. Это наклейка и базе малины и пилу низ, где она тут валяется. Вот она, моя дорогая. В каждом видео ее трясу. Это не реклама, ребят. Я ее обожаю. Просто всегда на ней трошусь. Всегда-всегда-всегда. Практически 99% в случаях. И это именно палетка для креативных мейков, для вот таких вот любителей чего-то необычного, как такой являюсь я. Ну, друзья, вот такая вот у меня получилась оценка палетки. И средняя ритметическая оценка. У меня 9.8 баллов. То есть практически 10 баллов. Реально, я бы сама палетке этой дала, наверное, ну, 10, десятку твердую, да. Тут есть какие-то такие маленькие, например, коричневая зачем-то нужна. Ну, типа, так как взяли с собой. Любые любят там яркие цены, вдруг захотелось нюдика теплого и хоп-хоп сделали нюд. Но реально, и мне она очень нравится. Я очень надеюсь, что Бьюти Бэй будет выпускать побольше палеток именно в таком качестве. И что они могут сделать какие-то, например, еще разные титки. Мне бы очень хотелось увидеть зеленую палетку в исполнении Бьюти Бэй. Если Бьюти Бэй выпустит вот такого типа, за такую цену, с таким качеством матовых и шиммеров зеленую палетку, как такой хороший дюб на Джеффри Стар Блад Мани, который не зеленый, она зеленоватая. Кстати, на нее тоже у меня скоро выйдет обзор. Я просто побегу, сломя ноги покупать за такую цену, особенно скидки. Мне очень нравится. Если вы любите что-нибудь яркое, креативное, блестящее, обязательно ее берите. Да, друзья, она уже часто распорудена. Я иногда захожу на Бьюти Бэй, она распорудена. Затем захожу через несколько часов или через день. Она там есть, потом опять распорудена. То есть, видимо, они ее распродают. Это лимитка. Но если вы успеете ее хватить, и если вам нравится такая гамма, такая формула, такой стиль, то обязательно берите. Не пожалеете. Я реально в восторге. Буду ей пользоваться. Особенно вот этим фиолетом. Oh, my God! Друзья, я не знаю насчет New Romantic. Пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть на моем канале палетку New Romantic. Интересно ли вам это? Я прислушаюсь. И вот такое вот мое мнение. Я безумно довольна. Это просто какое-то позднее открытие начала 2021 года. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы хорошо провели время. Вам понравились мои макияжи и понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчики. Пишите комментарии, какой из макияжей вам понравилось больше. Возможно, у вас уже есть палетка или вы бы хотели увидеть что-то еще на моем канале. Я обязательно прислушаюсь к вашему мнению. Также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. Там я выставляю разные сводчи, новинки, обзоры, луки. В общем, много-много чего интересного. Я оставлю ссылочку внизу в инфобоксе. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok